Вейкап, с вами Вова Кэс. И сейчас я бы мог бы сказать про подписку, про лайки, но я не хочу. Приятного просмотра. Реакция Влада А4 на стрим Ивангая. Настю Ивлееву захейтили из-за вечернего Урганта. Моргенштерн снова встретился с Гуфом. И сколько же стоит знакомство с Марьяной Ро? Марьяна Ро рассказала про предательство бывшего друга. Говорит, что он продал знакомство с ней за 300 тысяч рублей. По ее словам, так обидно ей еще никогда не было. Пишите, а вы бы заплатили деньги за знакомство со своим кумиром? Если да, то сколько и с кем? Моргенштерн снова встретился с Гуфом. Напомню, что после их первой встречи фанаты Гуфа начали хейтить Алишера. Некоторые писали, что общаться и записывать фит с Моргеном это дно. Знаете, сколько он мне заплатил, чтобы я сюда приехал для его сына концерт дать? Сколько, сколько? Расскажи. А где сынок, кстати? Созну дорожку, ёлки. Сука, дурак. Судя по словам Алишера, возможно, нас ждет совместка. У больших дядей большие дела сегодня. Салам алейкум. Салам алейкум салам. Вот там моя энергия. Танцуй, сучка. Ёбаный народ. Танцуй. Кстати, в их компании также засветилась скандально известная Настя Рыбка. Она уже выбирает, с кем из них ей, так сказать, затусить. А вы бы кого выбрали? Настя Ивлеева в четвертый раз посетила шоу «Вечерний Урган». Вот это удивительное явление, которое называется Анастасия Ивлеева. Пожалуйста. Выпуск набрал 20 тысяч дизлайков и много негативных комментариев. Зрители пишут, что полно интересных личностей и стоит позвать их на интервью. А не Ивлееву в четвертый раз. Настя уже отреагировала на хейт. Пишет, что она не виновата в том, что она такая охуенная. Что скажете, Ивлеева действительно настолько интересная персона, что стоит ее звать раз за разом. В прошлом выпуске я рассказывал про совместный стрим Ивангая и Хесуса. Кликай на подсказку и смотри, там много интересного. На стриме Ваня высказался по поводу использования Владом А4 его трека про подписку. Влад А4 украл эту песенку, поставил себе в конец. Ну, типа, мне вообще все равно. Мне, типа, приятно, что, типа, что он пытается быть мной. Ну, это круто, приятно, но я ему страйк кинул. О, ну все. Кто не понимает, о каком треке речь, слушаете? Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Так вот, А4 уже очень много месяцев вставляет его в конце каждого своего видео. В конце каждого его ролика играет мой трек. Всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан. Но в последнем видео он не стал этого делать. Неужели совесть замучила? Или может не понял шутки и испугался страйка? В любом случае, пишите, нормально ли по-вашему поступать, как поступает Влад? То есть использовать чужое творчество не разик по фану, а регулярно. Многие юные зрители, которые не знают о Ивангая, вообще думают, что это А4 придумал. Предыдущий выпуск вот здесь. Подписка и вот эти вот лайки, дизлайки, это все ниже, ребят. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok